Тут был уже, снимают. А там еще одна машина стоит. А, не ваша? Нет, там еще одна чужая. О, у нас две машины. Одна, да, вот эта рука и тут. А там еще одна. Посмотри. А вы как эту ягоду, как называете? Каренда. Правильно. А вы знаете, кто ее вывел? Не знаю. По-моему, Институт Лисовенко. Я знаю, что это гибрид крыжовника и смородина. Абсолютно правильно. Ну, это гибрид. А вот кто вывел, не уверен. Да, у меня сноха, она главным агрономом была даже. Она так и рассказывает все. Лисовенко, они большие дела сделали с облепихой. На мировой рынок вышли. А крупную это вывели. Да, да, да. А из нее делают масло, там, от ожогов. Облепиховое масло. И есть что-то заменимое, а есть в природе незаменимое. Вот облепиха как раз масло от ожогов. Ее хоть из-за границы, хоть откуда покупай, вези, где люди обожженные лежат. Такое дело. Вы там далеко прошли? До конца? Здесь тоже что-то. Я не знаю, вроде бы в прошлом году больше было. Ой, намного больше. И раньше было больше. И сколько, вот смотрите, здесь этих ранеток, все пустые, нет ягод. Мороз, наверное, был по весне. Потому что приезжают на аэронетки и крупные, средние, мелкие, всякие. Нет ничего пусто. Так а сколько раз поджигали-то здесь? Все горело. Да, несколько раз горело здесь. Вот так. А мы-то здесь с самого начала, когда дороги еще не было, мы все это помним. Как это старались, посполивали там все. Это не наши, это железнодорожники. Вот это насаждение, оно искусственное, неестественное. Ну, это лесхоз делал по заказу железнодорожников. Железнодорожники подрядчики, заказчики были, а лесхоз подрядчик исполнял. А вы их узнали? Сколько их там? Кого? Предупредить как-то надо, чтобы не боялись, когда собака выскочит. Наверное, мы пустили поиграть ее? А они, я не знаю где. Я сказал, идите, я говорю, я пешком подъеду. Они пошли по той стороне. Сейчас я его креплю. А эти двое, здесь поетесь. Ко мне, ко мне, ко мне. Ко мне, ко мне. Чтобы они не боялись, она не кинется, не тронет. Вон она. Ко мне, ко мне. Вот она собака прибежала. Э, вот он. Тихо. Ой, ой, поставь. Он такой, хорошенький мой, хороший. Он не тронет никого. Гуляй. Гуляй, гуляй. Гуляй. Иди сюда, ко мне. Сидеть. Сидеть. Ой, молодец такой. Иди сюда, он не тронет, не тронет. Пошли, гуляй. Гуляй. О, несет. Несет, обратно. Так, иди рядом. 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 Ну-ка, рядом. Ну-ка, рядом. 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 Хорошего. Иди, гуляй. Иди, гуляй. Он только понюхай. Пошел, гуляй. Гуляй, никого не тронет. Из команды. Был чемпион Росибири, а теперь стал чемпионом России. Первый лев позанял. Золотые медали. Исключительно умная собака. Хозяин его здесь, он, в кино вот называется. Это немецкая шарка, да? А? Немецкая шарка. Да, да. Я со свое время в уголовном росте занимался с собаками. Я знаю. Трудная работа, работать с собаками. Ну и все. Все, пойдем на ту сторону, наверное. Там маленько нашлись. Что, рапс, они? Говорят, из него горючее делать какое-то? Да. Надо же. Селок умудрился как. Из зелени горючее. Так интересно. Спирт вырабатывают, видите? Спирт пойдет на топливо. Для топлива. Так они машину больше заправляют или людей? Ибо, видите, для машин делают. Присадок специально добавляют, чтобы не пили. А то они, вон, этот, боярышник-то выпили. Да, да. С России, говорит, воевать не надо. Я и баражник. Пришли только. И территорию Иркутской области будет свободную. Так, ну ладно, мы здесь. С машином поедем. Ну, у вас там, Тихонович, скажите, как насчет рыбалки? Насчет рыбалки? Где? Ну, у вас там вот рядом озера есть. Ну, вот там озеро, нынче большое озеро восстановили. Думаю, весна запустить. Карпа? Карпа и карася. Сейчас там небольшая глубина, 2,70. А будет около 3 с лишним метров. Восстановили мы все. И проезд сейчас туда есть. Сделали такое, как горная река. Чтобы вода текла, она все время течет. И можно было проезжать. Она проточная вода там, да? Проточная. Не озеро, называется Первый мостик. Мы его, значит, наняли нынче бульдозер опять. Большой бульдозер, 17 тонн весит. И поэтому туда 5 машин камня запустили, а потом его сравняли. Вот оно где. Ну, давай, высыпай. Пал, да. Где-то такую крупную набрала, Фросини. Там. Она крупную набрала-то, смотрите. И Фросини. Крупную. Вот ее братишка здесь, а брата звать Нестор. Старше, сестра, и Нестор. У вас сейчас дети есть, да? Вот они все. Двое, да? Сын. Раньше у вас много же было. Да. В прошлом году нас Роспотребнадзор достал. Когда утонули, 14 детей. Ага. Президент дал указание все лагеря проверить. 110 тысяч человек назначены до проверки. Это 11 дивизий. Ну, естественно, что они стали уже проверять не товары только, а детей. Нормы такие, которые никто их не выполнить не может. Школа закрывает, все. Как выполнишь? Вот ко мне придрались. Разделочная доска не из того дерева. Я говорю, в магазине купленная. А надо, чтобы она была из другого дерева. Покрышкой на покрышке. Маленькая у кастрюли эмаль оскочная. Эмаль записали. Ну, это просто придраться. Придраться. Озеро купается 180 лет, а вы анализы не сдали там на озеро. Так ну, что его кое сдавать-то, когда здоровое. Мы на природе живем. Я понял, бороться нельзя. Они подали на меня в суд, а суд им отказал. В прошлом году они закрыли несколько тысяч лагерей. В Екатеринбургской области нету лагеря не осталось. Государственные лагеря. Миллион и полтора штрафы. Они убивают просто. Иначе значит... Нужно следить за порядком, что гнилые товары не продавали, там то другое. Ну, не с детьми же воевать-то. Ну, и получилось так, что мы приняли решение лагерь ликвидировать. Я его основатель. 45 лет был он у меня лагерь. Тысячи детей подняли без помощи государства. Понимаете, это же какой уникальный опыт. Наркоманы, дети, они бросают все наркотики. У меня есть не то, что опыт, а громаднейшего. Ну, 45 лет. Откуда только не были дети у нас из-за границы. Вот нынче были четверо из Канады только. В Северной Америке прилетали. Вот, сейчас они в Москве сидят, восьмого домой летят. Тогда мы решили приобрести несколько домов. В домах переоборудовать все. Лагеря нету, расформировал я его. Обслугу отпустил, а люди приезжают в гости. Просто приезжают в гости и все. Как туристы. Ну да, и поэтому нынче нас не тронули. Уголовный розыск приезжал, поздоровается по-хорошему. Но у вас сейчас много домиков там? Потерявки-то? Да. Я не знаю сколько, 22, наверное. Все жилые, да? Ну да. Ну ничего. Ну у нас не каждый поселится, чтобы доказал, что не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. А таких пьяных, шрамых, проходимцев, зачем? Я в краевой администрации когда стал говорить, они говорят, а у нас тут ни одного нет, кто бы к вам подошел. У нас врем, говорят, по статистике. Курят, матерятся все. Что спрашивать-то, если люди без Бога живут? Да, да, да. А когда человек верит в Бога, он знает за все отвечать. Поэтому не так. Сейчас с тобой поговорил, пошел тебя, теперь начал бы на тебя лить. У нас это не принято. Мы должны в глаза ему сказать, позаботиться, определить причину, как выйти из этого состояния. Ну, у людей этого ничего нет. Дело в том, что Владимир Гаиндохин говорил, в Режевском районе нет ни одного лагеря, ни в Свердловской области. Он говорил, я спрашивал про область. Нет, я у него переспросил, когда он приезжал. Нет, только в Режевском районе. Ну, во всяком случае, он сюда приезжает. Если там хорошо было, вы сюда не ехали. Да. А то приезжают. А добра добра не ищут. Да, конечно, это затраты такие. Красноярский край нынче сколько было. Сейчас здесь даже один. Остальные наши все уже распустили. До 2 августа лагеря был. Ну, и так стараемся нынче держать все этого. Сделали новое озеро. Мы здесь небольшое, как пруд. Там купались отдельно. Совершенно вырыли. Наняли технику. Вода зашла. Чистая. Детям нужна безопасность. А безопасность это означает не обманывать нигде. Никакой выгоды не имеешься от этого. Каждый день идут занятия. Дети видят. По слову Божию. Исследуют Библию. Дети учатся всему. Игры. В воскресенье катания на лодках. Ребенку еще надо-то еще. Ходим по ягодам. Ребенок все это берет. Так. Это кто-то там. Отсюда, по-моему, в синеньком видать. Неправильно я вижу? Не знаю, я не вижу. Да? Вон там. Кто-то, по-моему, есть там, да? Да, да, есть. Но это не наша. Валя! Нет, это Марина. Марина? Да. Дальше не ходи, Марина. Там люди уже есть. Занята площадь. Они тоже уже. Мы уже набрали. Набрали? Да, уже больше. Не надо мешаться. Когда люди берут, и под руку кто-то лезет. Я уже засыпал в ведра уже. Все поставил. Они тоже. Они, я говорю, прошли, чтобы... Я говорю, я проеду, чтобы вам меньше идти было. Ну, мы тут сдвинемся. А там где пошли женщины? На ту сторону можем перейти. С Богом? С Богом. Рыбалка какая? Будет вот только что ждем? Нет, я раньше, видите, приезжал. Кто-то там вот, не доезжая, потеряя. Ну, ну, ну. Озерко было такое продолговатое, длинное. Давно-давно. Я говорю, когда еще Никитин был там у вас. Ага. Они ко мне, я же рассказывал, на мельницу я... У меня мельница я держал свою. Они ко мне приезжали всегда за кормом отруби брали. Комбикорм брали. Вот в Корчино сейчас. Миша-то выехал туда. А вот эта ветка-то торчит. Она их застилает, видать. Можно ее обломить, убрать. Я ее уберу сейчас. А у вас нету ничего? Топорик или ножовки? Нет, нету ничего. Можно было отпилить бы. О! Вот так, пожалуйста. И просвет уже. Вон там, сзади еще. Ехать будут, она не будет по лесу бить. Ну, давай царапать не будет. Так, чтобы нормально было. Пошли, пошли. Люди гуляют. Хороший собачий. Ну-ка, голос. Голос подай. Голос, ну-ка. Сынец. Погон. О! Жарко устало. Голос. Голос дай. Ну-ка. Кто? Голос? Что-то язык черный. Ах ты! А где нахел? Жара! Язык-то на плече. Ну-ка, иди сюда. Рядом. Сидеть. Голос. Голос. Ну-ка, подай голос. 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 Ну-ка. Голос, подай. Еще раз. Спалился. О, полез под машину. Пошли, блядь. Он сейчас уже на отдыхе. Да, здесь зайдем. Он раньше. О, сразу схватился. Это любимое занятие у него. Очищает путь, чтобы можно было свободно ходить. Все, сгрыз. Ветка, которая мешала проходу, он ее сгрыз и выбросил. Там? Да. Вот здесь вот прямо. Ага. Вот, смотри, какая ягода. Черноплодка? Да. Она еще не созревшая. Конечно. До конца. Игнатий Тихонович, где бы ни появились, вас уже знают. Слава Богу, за все. Мы, как-то уже набрали ведра. Ходят тут, ходят. Возрены и моешь. Они все ходят и ходят. Смотри, корни. Рез, дюй, не упадай. Рез, дюй, не упадай. Рез, дюй, не упадай. Рез, дюй, не упадай. Если бы видно была большая или нет она ягода, надо в руку взять. Вот она. Смородина с крыжовником скрещенная. Леса полосы садит. Ну все